Ну и зашедший за угол лучник внезапно видит местного тролля. Который начинает его троллить. Да. А он, интересно, ест что-нибудь тролль? Какой-то так разросся. А раз ест, он, может быть, срет там у вас, там всё в говне, как от паука должно быть, и самое главное – там должно… В костях. …смердеть. Жутко. Это зверь, по всей видимости. Я вижу, он шерстяной какой-то. Должно смердеть. Вот у меня у товарища жил какой-то кот – оцелот. Ну, какой-то… Звер. Он с этот стол размером. Там в хату заходишь, там сразу чувствуется, что здесь кто-то живёт дома, блин, тихий ужас вообще. А тут такая махина, он весит тонны-полторы, наверное, вот этот красавец. Я представляю, как он срет, там всё в говне по колено должно быть. Там, когда он взбзнёт, там ударная волна по пещере гуляет назад четыре раза. Да, и они такие умные, все встали посередине, а он в них как хернёт какой-то ледяной глыбой. Вы точно обученные там участие в боевых действиях принимали, блин? Кстати, они тролли-то уже видели, они знают, что это такое. Они его опознали в раз, это ледяной тролль, значит, я не знаю, что он умеет кидаться всяким разным, и нужно как на выставке встать. Вот тут вот иду, страйк! Да, и напрыгивать. Ну, тут единственное, что он, наверное, в них действительно всё зарастает в мгновение ока, потому что они так отчаянно к нему лезут, блин. Это ж невозможно. А самое главное, что он же... Там же все выжили, кроме одного в итоге. Да, ну и в итоге этот недовольный, который домой хочет, поставил на пол саблю, баба разбежалась, красиво прыгнула, да, и запыряла этого тролля, и зарубила, а тупой тролль, конечно, не знал, что делать, блин, да. Выглядит. А остальные отдыхали... Да-да-да, а они, между прочим, мужики, ну как-то странно. Кого вы берёте в эти разведывательные партии? Антитроллидные войска. Да. Если там такая встреча, я как-то не поверю в то, что... Хорошо, здесь она не два метра ростом, она не самая здоровая, эти какие-то робкие овцы за ней ходят, их для этого взяли? Чтобы они оттеняли электродрограмм. Оттеняли, да. Да. Она такая замечательная, а эти не очень. Мы не должны никогда сюда прийти. Мы оттенем скоро. Оружие дадут. Мы перейдем в первую очередь. А зачем вы оружие выкинули? Вам домой как-то надо, может быть, попасть? А куда она денет десять мечей? Под мышкой их понесёт? Что она с ними делает? Во-первых, это, наверное, какие-то дорогие эльфийские мечи, я так подозреваю. Ну, это дура, не изменившись в лице. Полная бестолковость вообще. Полнейшая. Идиотская. Идиотская. Ну, и, соответственно, и тут у нас титры идут. Кольца власти. Кстати, я когда-то с интересом узнал, что был такой журнал «Знание и сила». В 90-е годы в нём привели цитату из этого, как его звали, Бекона, как его Фрэнсис Бекона звали, да? Был Роджер Бекон, был Фрэнсис Бекон. Я не помню. Кого-то из них. Оказалось, что в оригинале оно knowledge itself is power. Да. И оно. А power – это и сила, и власть. Да. И что знание само по себе – сила и власть. Как-то несколько иначе по-английски звучит. Не так, как по-русски.